Донорская кровь Сначала идет регистрируется, оформляет все документы, регистратор проверяет эти документы, затем донор идет к лаборанту, делается экспресс-анализ крови, потом после лаборанта он идет на допуск к доктору, доктор его осматривает, определяется. И после этого донор идет в операционную на сдачу крови. Донором может стать любой желающий гражданин от 18 лет, не имеющий медицинских противопоказаний. Мужчины могут сдавать кровь не более пяти раз в год, женщины не более четырех. Между донациями крови должно пройти не менее 60 дней. К донации надо готовиться за три дня. Это щадящая диета, это нельзя ни в коем случае употреблять алкоголь, но и в принципе ни жареного, ни копченого, ни соленого. Все такое диетическое. Сергей Сидоренко сдает кровь с 2013 года. На сегодняшний день он сделал это уже 219 раз. Ему вручили удостоверение почетного донора, а также он возглавляет донорский совет Ленинского округа. Хочется помочь нуждающимся. Последних, ну, больше 10 лет я езжу в Московский областной центр крови и сдаю тромбоциты для Балашихинского детского онкодиспансера, для маленьких деток. Ну, Бог миловал, тромбоциты большие у меня всегда. И с моей одной донацией хватает трем-четверым деткам влить тромбоциты для лечения или для профилактики. Наталья Зеленина также является почетным донором. Сегодня у нее юбилейная 50-я донация. Я себя прекрасно чувствую, я даже себя лучше чувствую после донации, чем до. Появляется такая легкость у меня, голова свежая. День донора призван обратить внимание общества на проблемы нехватки крови и на ее заболевания. Юлия Стаферова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.